Всем привет, это я, Рикасти. У меня может казаться, что у меня странный какой-то голос, что я говорю в нос. Я не говорю в нос, не сжимаю его прищепкой, как переводчики времен перестройки. Просто у меня насморк небольшой, я простыл. Вот так что, вот такой вот будет голос в этом сюжете. О чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что скорость на самом деле одинаково подбирать как в хаос-музыке, так и в любом другом направлении стиля. Откуда вообще родилась тема для этого сюжета? Из комментариев, в комментариях, в те вопросы, которые задают к видео. Парень просто написал к одному из видео, что вот ты показал, как сводить хаос, тут вопросов нет. А вот как сводить драм-н-бэйс, то есть там посложнее. На самом деле не посложнее, а просто у него другая немного ритмика. А на самом деле, если знать, на что обращать внимание в самом треке, в самом ритме, то сводить треки одинаково легко любой стилистике абсолютно. Сейчас я продемонстрирую. Для начала я покажу скелет, такую примитивную структуру хаосовского бета. Для этого мне нужен бочка. Вот она у меня есть. Вот есть бочка. И рабочий барабан. Рабочий барабан или хлопок, или снейр. Кому как удобнее. Ну вообще, правильное название, рабочий барабан. Добавляем на второй и четвертый удар. Ну вот такой грубый-грубый скелет хаосовского ритма. Удар на его части. Теперь. Понятно, что с этим проблем нет. Четко слышно каждые четыре удара. Все. Там бамкает четыре, там бамкает четыре. Сделал так, чтобы бамкала синхронно, без проблем. Но проблемы возникают, вернее вопросы, а не проблемы. Вопросы возникают у начинающих, когда они слышат ритм, например, какой-то такой. На самом деле, ритм ничуть не сложнее этого хаосовского. Просто надо знать, на что обращать внимание. Внимание обращать, свой как бы фокус слуховой, обращать нужно на рабочий барабан. Вот, на рабочий барабан. Потому что он меняется гораздо гораздо реже, вот, он как-то смещается, чем бочка. Ну, допустим, у нас есть был хаосовский бит, да. Достаточно мне убрать отсюда бочку и сместить эту бочку сюда, и получится уже ломанный бит. Да, забыл сказать, верхние кирпичики у меня за бочку отвечают, нижние за рабочий барабан. Как угодно можно. Вот, взять бочку, здесь две поставить, а здесь вот так. В общем, как фантазия позволяет, так можно и двигать. Ну, главное, чтобы оно интересно звучало. Вот, конечно, иногда и сам снэр сдвигается, но это бывает реже, и об этом чуть позже. Вот. Теперь давайте тоже на примере этого я покажу, как можно, то же вот у нас была хаосовская, сделать драм-н-бейс. Ну, такой грубый скелет драм-н-бейса, драм-н-бейсовых ударных. Просто увеличиваем скорость до 170, ну, например, до 170, и то же самое убираем, убираем, убираем. Опять-таки, замейте, это рабочий барабан, я вообще не трогал, то есть абсолютно они стояли на месте. Опять-таки, да, они могут смещаться, бывает вообще-таки, как бы, так называемый драм-н-бейс в стиле кастюли, когда слышно только «патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-патрик-п рабочие барабаны я то опять не трогал вообще вот теперь как у вас должен работать вот он в голове как происходить какие как вы должны слышать трек но как когда работаете с ним как диджей когда пытаетесь его подобрать его скорость что должно звучать вот у вас есть трек он звучит допустим вот так сейчас поставим его нормальную скорость но тут так он у вас звучит а в голове в голове он у вас должен звучать приблизительно ну как вот так что я хочу сказать этим что что вы должны откинуть все эти звуки эти все синтезаторы все они должны уйти на задний план вы должны сфокусироваться на рабочем барабане и тогда ритм будет почувствовать намного проще легче он был будете просто как бы его чувствовать вот как бы представьте что вы вот этот весь трек это толпа людей но всегда в толпе можно выделить взглядом одного человека вот тут представьте вот то же самое здесь выделяйте слухом фокусируйте свое внимание на рабочем барабане и тогда вам будет намного легче почувствовать этот ритм вот пару примеров тоже как как можно вот есть еще трек это драм и бейсовые сделан тут 181 тоже сложно все как бы бумка и бамка то же самое в голове вы выделяете только рабочий барабан а 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 скажите как вот ну вот так вот ритмика начинает чувствоваться да сразу вот и теперь точно так же даже если вообще нет никаких ударных вообще никаких ударных нет должно происходить в ой бился даже если в треке нет никаких ударных точно так же у вас фантазия голова должна так работать вы должны сами нарисовать этот сне но это уже после каких-то тренировок это развивается когда разовьется чуть больше чувство ритма то вы начнете это чувствовать вот на примере сейчас я сниму тут эквалайзер не нужен вот он чистым прозвучит 115 его скорость вот слушайте вот ударных нет ну ударных нет вообще тут барабанов в этом треке идет гитарка вокал но есть ритм вот и этот ритм вы просто не берете и как бы рисуете рисуете этот снаwać вpost как пою focu Ну, то, на что можно опереться. Просто в голове, где он может быть. Легче всего, ну, чтобы, когда он... Легче всего его нарисовать в воображении, это щелкать пальцами. Делать вот такие вот... Щелкать пальцами, вот, по ритм, по ритм, по ритм, по ритм. Вот, чтобы как бы нарисовать в воображении этот снейр. Вот, и тогда вы все, все сведете со всем. Вот. Главное, чтобы вы умели чувствовать ритм. И прямая бочка, ломаная бочка, крюченая бочка, щипленая бочка. Неважно, какой будет ритм. Главное, чтобы вы его почувствовали. Вот, надеюсь, я изложил максимально доступно эту тему. Если есть вопросы, если что-то непонятно, какие-то замечания, обязательно оставляйте комментарии, вопросы. Да, снимем продолжение, что-то пообщаемся, придумаем, как это все раскрыть максимально доступно. Это был я, Рик Касти. И до новых встреч. Да, и еще. Еще, что забыл упомянуть, такой по скриптуму небольшой. Все, что я говорил, это я выражал словами. Я говорил то, как я это все понимаю. То есть, я мог... Я еще раз повторюсь, у меня нет музыкального образования. И какие-то вещи, терминологию я мог не так употребить, и не так употребить. То есть, я, как говорится, пытался объяснить на пальцах. То есть, то, что понимаю я, как я это понимаю. И могу сказать, ну, то, что... Тот принцип, который я вам описал, мне он помогает сводить. Я могу свести все совсем абсолютно. То есть, я это могу вот так вот смело заявлять. Вот, то есть, этот принцип мне помогает. Не знаю, насколько он был грамотным с точки зрения музыкальной теории и всего-всего остального. То, что принято, как бы, с точки зрения науки. Поэтому, вот, берите этого внимания. Вот, а так, да, ритм. Так что, такая вот оговорочка. Все, всего доброго. Это я, Рик Касти. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова